здравствуйте дорогие друзья тема засыпанных зданий уже настолько заезженная что у многих уже набила оскомину в комментариях даже практически перестали писать что это так построили а после того как ровняя дорогу натащили грязь на лаптях здание еще и просела если честно то уже стал скучать по таким комментариям однако если кому-то эта тема уже надоело то у нас она никогда не перестанет вызывать интерес и мы просто не можем пройти мимо вопиющих фактов и вот сегодня как раз такой случай во время экспедиции 2020 года мы объехали много красивых зданий и вот сегодня хотим показать вам одно из них несмотря на нехватку времени в экспедиции мы специально потратили несколько часов чтобы все внимательно здесь осмотреть и измерить а насколько это достойно внимание судите сами начнем как всегда с кратко официальной исторической справки в семнадцатых девятнадцатых веках селе стружаны изготавливались деревянные суда струги откуда очевидно и произошло его название во времена петра первого селе располагались государевы верфи по производству стругов для флота в документах тех лет по гос стружаны впервые упоминается в 1625 году а в 1676 году в селе уже значилась воскресенская церковь к началу 20 века основное население составляли священнослужители местной воскресенской церкви со своими семьями деревянная успенская церковь была построена в 1798 году по данным 1883 года состав прихода входило 27 деревень в 1910 году деревянная успенская церковь была продана в село ершово вместо нее был построен в русско-византийском архитектурном стиле формах эклектики обширный четырех столбный однокупольный храм с трехъярусной колокольней освященный в том же 1910 году новая каменная церковь успения пресвятой богородицы была с тремя пределами главный в честь успения божьей матери правый в честь проскевы левый в честь иоанна предтечи время закрытия церкви не установлено в 1945 году храм был возвращен верующим решением рязанского облсовета номер 250 протокол 10 от 3 апреля 1945 года в 1996 году церковь выгорела внутри но была восстановлена а вот здесь интересный момент согласно клировой ведомости от 1915 года приходе имелось три школы от рязанского уездного земства в селе стружаны которая обучалась 65 мальчиков и 17 девочек деревне алтуховой в которой обучалось 60 мальчиков и 17 девочек деревне панцуровой обучалась 30 мальчиков и 7 девочек также числится маньшинская школа от егорьевского уездного земства в которой обучалось 80 мальчиков и 20 девочек стружанской церковно-приходской школе обучалось 33 мальчика и 12 девочек 2 церковно-приходская школа располагалась деревне давыдовской и в ней обучалось 21 мальчик и 7 девочек конец краткой официальной исторической справки возможно в том что 1915 году мальчиков обучалась четыре раза больше чем девочек ничего необычного и нет кто-то скажет что девочек просто не отдавали в школу ибо будущим крестьянским домохозяйкам грамота была не нужна возможно что и так а возможно что мальчиков на самом деле было гораздо больше еще смущает такой момент что продав деревянную церковь которая уже простояла сто с лишним лет и не сгнила в течение того же года построили и осветили красивейший кирпичный храм как быстро однако имеется немало примеров как более простые по архитектуре церкви например в той же москве строились годами осматривать церковное кладбище нам попался вот такой вот памятник местному священнику и что интересно на нем нет христианской символики официально но не существующий храм построен в 1910 году хорошо пусть так но давайте просто полюбуемся им так как нашему взору открывается очень красивое здание при этом если окна нижнего этажа вылезают из-под земли то окна верхнего этажа вылезают на крышу что в целом нарушает всю пропорциональность здания о том как отличить засыпанное здание от так построенного мы рассказывали фильме засыпанный дом инструкции к применению если вы его по какой-то причине не видели то посмотрите обязательно там описывается очень простая эффективная методика что касается окон вылезающих на крышу возможно я не прав и мне все только кажется но разве эти окна ни одной высоты тогда по какой такой причине стены разной высоты хитрая задумка архитектора чтобы усложнить постройку крыши очень похоже на то что часть стены над окнами просто была когда-то разрушена ее просто не стали восстанавливать а теперь давайте спустимся в подклет этой церкви видим копоть на потолке и на стенах потолок арочный прямо ухода стоит современная железная печь а за ней заложенный современным кирпичом арочный проем за которым огромное пространство на половину засыпанная подпорки видеть кирпичных столбов новодел так как сделаны из современного кирпича на цементе отойти чуть в сторону сейчас туда снимать буду к сожалению в этот момент на карте памяти видеокамеры кончилось место поэтому дальше снимали на телефоны приносим свои глубокие извинения за качество видео повсюду наблюдаем следы многочисленных переделок также прекрасно видно что если бы не слой грунта в подвале то здесь был бы полноценный высокий этаж окна которые снаружи едва видны изнутри просто заложенный кирпичом до уровня грунта снаружи обратите внимание соседних помещениях закопченные стены идут вверх а перекрытие просто сделано новыми бревнами арочных потолков нет и судя потому что стены прямые их и не было а 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 Субтитры подогнал «Симон» Как мы помним, у входа стояла железная печь, и вот в одном из помещений находится конструкция, напоминающая кирпичную печку. Давайте залезем внутрь этой конструкции и посмотрим, как там. Ну а тут, как говорится, без комментариев. Единственное, на что хочу обратить внимание, это квадратные гайки внутри печи, и некоторые места обмазаны глиной. Возможно, пытались восстановить. КОНЕЦ 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 друзья ничего не утверждаю просто предлагаю вам самим подумать об увиденном обзор экспедиции 2020 года еще не закончен в одном из следующих фильмов будет рассказ про круглые озера на этом я с вами не прощаюсь благодарю вас за внимание всего вам доброго